105-летие Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодежи, такую важную для многих дату в этом году, а именно 29 октября, отпразднуют в нашей стране. Повод бесспорно значимый исторически, а потому и мероприятие, которое накануне прошло в городе Бресте, достойное. Стартовало торжество на площадке у бюста лейтенанта Алексея Наганова, где собралось несколько десятков бывших комсомольцев и представители преемников ЛКСМ Белорусского Республиканского Союза Молодежи. Данное движение имеет долгую историю, то есть оно было создано в далеком 1918 году и закончило свою историю в 1991. Конечно же, оно имеет в себе долгие устойчивые традиции, которые сегодня продолжает и приумножает именно Белорусский Республиканский Союз Молодежи. Данное мероприятие «Комсомолу 105. Диалог поколений» организовано совместно и Белорусским Республиканским Союзом Молодежи и Брестским областным исполнительным комитетом. Как у нас любят говорить, бывших комсомольцев не бывает, и это правда. Потому что это именно те люди, которые видели, как развивалась наша страна, и в рамках диалога поколений они передают все те знания, которые были накоплены ими, передают нам, будущему, которое мы сможем передать нашим последующим новым поколениям. Такая важная для каждого встреча была организована не только для того, чтобы поддержать преемственность поколений и поделиться опытом и наработками воспитания молодежи, но и возродить в памяти и в сердцах присутствующих ветеранах-комсомолах те незабываемые годы молодых дел, творческих сил, самоотверженного труда, а годы надежды и большой мечты – годы становления и расцвета комсомола. Комсомольская юность, она еще потому, что юность, она вечная в памяти, особенно для нас в нашем возрасте теперь, мы ностальгируем по тому времени. Но на самом деле для комсомольских работников того времени, я думаю, что и с сегодняшних дней, она несет какой-то особенный отпечаток. Вот нам казалось, что максималист, знаете, казалось, что мир вращается вокруг нас. Вот этот дух, на мой взгляд, вера, ответственность, патриотизм, инициатива – этот дух нам и нужно передать. Может быть, не все то, чем мы жили, как мы жили, это не столь важно, а само состояние, эмоциональное состояние, серьезное такое человеческое, мне думается, это очень важно. Продолжилось мероприятие в Брестском академическом театре драмы. Здесь участников встречи ждала тематическая выставка, черно-белые фотографии, вырезки газетных публикаций, книги, значки, комсомольные путевки, партийные билеты. Все это было представлено для того, чтобы передать и рассказать как можно больше современному поколению. Да, того союза молодежи уже давно нет, но все, чего добились и обрели наши бабушки, дедушки, отцы, матери, сегодня поддерживается и сохраняется самой массовой молодежной организацией в стране – БРСМ. Хочется, чтобы нынешнее поколение стремилось дойти до каждого молодого человека, до каждой девушки, для того, чтобы вовлечь в эту организацию какими-то интересными делами, найти им поручения по душе. Это было у нас. Мы старались, чтобы у каждого комсомольца было комсомольское поручение. Я думаю, наверное, надо думать сейчас тоже об этом. Логическим и поистине торжественным завершением встречи стала диалоговая площадка «Комсомолу-105. Диалог поколений». С днем рождения комсомола гостей встречи поздравил заместитель председателя Обрестского облсполкома Вадим Кравчук. Нашей молодежной организацией 105 лет. За этот период были и взлеты, и периоды стагнации. Но самое главное, у молодежной организации никогда не было падений. Они всегда двигались вперед. Почему? Потому что старшее поколение им оставило очень хороший фундамент, благодаря которому мы эти кирпичики нашего дома очень хорошо раскладываем, растем и двигаемся только-только вперед. Я хочу, самое главное, пожелать каждому из вас здесь сидящим за этим столом крепкого здоровья, чтобы вы с нами подольше побыли и побольше нас еще поучили. В ходе встречи были награждены лидеры комсомольских организаций разных лет и активисты нынешнего союза молодежи, которые продолжают идеи в ЛКСМ, интерпретируя их в соответствии с условиями, которым диктует современная жизнь. Анастасия Мелешкевич, Андрей Щерба, Юрий Лемантович, телекомпания «Авбук-ТВ».